Сегодня с чемоданом в нашу студию пришла Ольга Иорданская и рассказывать она будет про Японию. Доброе утро Ольга. Доброе утро. Охайо. Правильно я сказал? Коньячева. Коньячева, да. А потом, если днем коньбанва, да, кажется так? Ну да, там по-разному. Ну, в основном коньячева у них. Коньячева универсальный вариант. Да. Саша прикидывается местным. Ваташева Александр Дес. Это хорошо. Анатова Ольга Дес. Ничего себе. А вы как хотели. Как мы тебя с новых сторон знаем. На самом деле, Ольга знает не только про Японию, она очень много где была. Перечислите так, картесники. Ой, вы знаете, это трудно, потому что Япония была юбилейная, моя страна 70-я. О боже. Настоящий путешествий. Да, туда я поехала абсолютно случайно, воспользуясь, так скажем, промоушеном аэрофлота. 20 тысяч был из Новосибирска билет туда и обратно до Токио. Вот. И эта страна меня настолько зацепила, что теперь я уже, вот сейчас в апреле уже пятый раз туда лечу. Правда, что там практически нет надписей на английском языке? И они вообще, большинство не владеют английским языком? Я бы не сказала, что большинство населения не владеет английским языком, это скорее в глубинке где-то в Японии, да? Но они понимают какие-то общие фразы, они бытовые, они понимают. Ну, давайте, раз вы все-таки решили остановиться на Японии из 70-и стран, расскажите, почему, чем она вас так впечатлила? Тебе же сказали, скидка была. Ваших любимых стран, ну, скидка это, чтобы полететь, а чтобы рассказать? Да. Вот, было, очень было интересно в том плане, что Япония традиции, то есть свои старые традиции, которые вот во многих странах идет такая сильная глобализация, что традиции уже почти нету. А Япония, она настолько чтит свои традиции, можно сказать, тысячелетиями их переносит, что это немножко и удивляет, и впечатляет, и вот, допустим, кафе, да, кафе тысяча лет. Ну, вы представляете, где-то там на Руси только недавно мы тысячу лет, да, справляли, а у них вот идет традиция готовить, допустим, печенюшки, вот этот рецепт, его уже тысячу лет, и готовят в одном и том же месте. Ну, просто вот, там один возраст только впечатляет в каких-то местах, или, допустим, как мы пошли на обед в дом, которому 150 лет, и вот хозяйка, она готовит лично для гостей. Ну, такие вещи, они просто впечатляют. Ну, да, съесть печенюшку, которую, ты знаешь, ели тысячу лет назад кто-то тоже самое абсолютно ел, да, это действительно волшебно, я думаю. Сады их, конечно, очень красиво. Ну, сразу хочу говорить, что Япония красива в определенные сезоны. Какие? Это обязательно весна, вот Ханами начинает с конца марта. Весна у них совпадает с нашей, да? Нет. Нет? Нет. Япония намного теплее. Ну, я не рассматриваю Хоккайдо, да, я рассматриваю вот Золотое кольцо, так скажем, Японии, по которому обычно едят туристы, это Токио, Киото, Нара, да. Там весна, конечно, намного раньше нашей наступает. В марте уже, вот сейчас уже цветут персики и сливы. И это прекрасно, я знаю, как, у нас-то в Сибири яблонька красиво цветет, а там-то что говорить, я представляю. Ну, и... Опять же, сакура. Опять же, вот сакура сейчас, вот она начинается где-то с 27 марта. Даже есть число определенное. Нет, нельзя сказать, что определенное есть число, потому что Япония большая, регион, да, и где-то уже в начале марта она цветет, допустим, на юге, а в Хоккайдо она начнет цвести только в мае. Поэтому я примерно говорю опять об этом регионе туристическом. Да, туристическом. Это начинается в Токио пораньше начинается, в Киото попозже начинается. Ну, опять, Япония гористая страна, да, где-то в горах она еще позже зацветает. Поэтому я условно называю дату 27 марта, вот, и где-то по 7, по 10 апреля. Коль, побудьте нашим гидом немножко достопримечательности, которые вы считаете обязательным к посещению для каждого туриста в Токио. Вот прилетели мы, да, куда нам надо идти? Вот вы знаете, эти достопримечательности указываются вот в каждом интернете, вот открываешь интернет везде. Но нам интересно ваше личное мнение. Бамбуковая роща, Кинкакузи, ваш личный топ-5. Вы знаете, на меня очень трудно ориентироваться, потому что я выбираю места, hidden places, как я их называю, закрытые, то есть наоборот, которые не смотрят все. Ну, так это и нам интересно. Нет, это нам тоже интересно, конечно. Вот, поэтому приезжаю. Вот в Токио я рассматриваю лишь как хаб, то есть, ну, прилететь в Токио. Его, конечно, можно посмотреть, ну, где-то 2-3 дня на него больше не надо. Что за эти 2-3 дня нужно успеть? Обязательно съездить на Адайбу, это район будущего, но на самом деле, это слишком громко звучит, потому что они хотели, японцы, в 90-е годы сделать остров будущего на Адайбе, но деньги закончились, и поэтому... Все осталось в настоящем. Да, но там есть очень замечательные, два замечательных места. Мира и Кан, это музей, который основал космонавт японский. Он, чем хорош, все идут на представление робота Аси. Но сам музей, чем хорош, тем, что он заставляет думать, то есть, что будет с землей через 50 лет. И, то есть, что будет с медициной, что будет с экологией, что вообще с землей будет, и что ты можешь для этого сделать, чтобы землю сохранить. Вот это мне очень понравилось. Второе, это Манагатари, это Онсен, где из скважины где-то примерно 1000 метров подаются настоящие вот эти термальные источники. То есть, такое расслабляющее место, маленькая японская деревня, где ты можешь все перепробовать, любой релакс, то есть, испа это японское слово, да, то есть, происходит... Там можно где-то остановиться? Там можно даже переночевать. То есть, если вы хотите сэкономить, допустим, вы рассматриваете, вы прилетели в Японию, да, и рейсы приезжают поздно, ну, прилетают поздно, где-то в 3 часа, и вам так неохота тратить деньги на дорогие японские гостиницы, где-то надо... А они дорогие? Они очень дорогие, да. И где? И где-то надо отдохнуть, езжайте сразу в Манагатари. Даже от Марианучи, это вокзал, центральный вокзал Токио, ходит бесплатный автобус на Адайбу. То есть, и вы можете там и отдохнуть, и расслабиться, и переночевать. После рекламы вернемся еще в Токио, очень интересно. В Ирданской у нас в гостях. Мы совершаем замечательное путешествие по Японии, интереснейшее. И до рекламы она сказала, что не стоит задерживаться в Токио дольше 3 дней. Можно совершенно легко успеть все самое интересное там посетить. Итак, мы уже побывали в деревушке древней... Нет, мы побывали в Омсене Манагатаре. В Верх музей космонавта. И вы сказали о местном поселении, в котором можно... Это... Нет, это Омсен, он просто... Я не хочу сказать, что он недорогой, но приемлемый по цене, я думаю, что... Относительно гостиницы. Да, если сравнить даже с нашими спа-центрами, которые у нас в Новосибирске открыты, это по той же цене. То есть спа-центр, где можно отдохнуть и переночевать. Да, да, и где можно отдохнуть, переночевать, развлечься. И это будет дешевле, чем остановиться в отеле. Да, это совершенно правильно. Куда дальше? Дальше, если вы хотите все-таки остановиться в Токио, я бы посоветовала остаться в районе Уэна. Это мой любимый район. Хотя большинство туристов выбирает район Сибуя. Но я люблю очень Уэна и расскажу почему. Первое, это очень легкие Токио. То есть, ну, представляете, это огромный мегаполит, да, где в основном это железо и бетон. И вот в Уэна разбит великолепный парк. Кстати, как раз на Ханами он цветет. Там можно дышать. Там находится пруд Синнабадзу, который покрыт лотосами, весь покрыт лотосами. То есть, очень красивое место. И, к тому же, это такой интеллигентный район, где все музеи собраны, великолепные Токио. То есть, вот в этом прекрасном саду, в парке Уэна, находятся музеи, токийские музеи, где собраны все великолепные. Это вот, ну, сравнить, как Париж и Лувр, да, вот. Все художественные музеи собраны. Ну, и стоит памятник, конечно, самому знаменитому самураю. Если вы смотрели фильм «Последний самурай», да, то... Том Круз. Да, только... Нет, Том Круза, конечно, да, там играл Том Круз. Но нет, Том Круз играл наемника. Ну, да, да. А имеется в виду «Последний самурай» тот, который служил императору. Да, который служил императору, который фактически его возвел на трон. Вернее, не возвел на трон, а дал ему реальную власть. Потому что император в Японии никогда не имел реальной власти, за него правился бомбер. Вот. Поэтому там, вот этот район, я его очень-очень люблю. Там самые старые храмы. И если немножко опять об истории Токио, то город был разбомблен во время Второй мировой войны полностью. Стерт с лица земли, да, на него не падала атомная бомба. Но, тем не менее, город был разрушен. И вот этот маленький райончик, Уэна и Янаки, они были сохранены каким-то чудом. Вообще, район очень чудесный еще в том плане, что когда в начале 20 века Токио был стерт с лица земли, Токио такой какой-то очень счастливый город во время землетрясения, вот этот район не пострадал. Ну, это прям какое-то волшебное место. Да, какое-то волшебное какое-то место. Поэтому, я не знаю, ну, вот я люблю Уэна. Вот для меня это какой-то родной. Ну, я приезжаю как к себе домой туда. В Токио это все самое важное? Можно уже куда-то дальше? Да, вы знаете, чтобы немножко Япония, давайте сдвинемся из Токио дальше. Можно жить в Токио, но обязательно надо посмотреть Камакуру съездить. Это тоже такое... Это далеко? Нет, это примерно частные электрички. Это примерно частные электрички от Токио. Туда можно, ну, туда сразу планируйте на весь день. Очень красивое место. Камакура славится, конечно, своим великолепным Буддом, так его называют великие Будда. Ну, кроме того, там очень много храмов. И один из них Хаседера, который я обязательно рекомендую посетить. Вообще, Япония, опять немножко отвлекемся по религии, это две религии в Японии. Хотя там больше, конечно, но основные – синтоизм и буддизм. И вот храмы в основном или буддистские, или синтоистские. Туристу очень тяжело понять, кто из них какой. Поэтому они смотрят по карте, если стоит свастикам, то это буддистский храм. А если синтоистский, ну, там другой значок. Но на самом деле это все не так. Вот сейчас японцы вообще стараются от этого отказаться. От этих значков. Вообще, чтобы понять, в каком храм вы зашли, синтоистский или буддистский, смотрите на ворота. Если есть ворота тори красного цвета, значит, вы идете в синтоистский храм. Если ворот тори нет, то это значит, вы все-таки в буддистском храме. И самое интересное, что обязательно в буддистских храмах есть какое-нибудь святилище, синтоистское святилище. И вот Хаседера – очень великолепный, красивый храм, но там есть святилище такое, где вы хотите, допустим, привлечь деньги, чтобы к вам пришли. И вы реально, там есть прудик, где вы отмываете купюры. То есть, и там японцы, сидят дети на полном... Мои деньги. Мои деньги, да, чтобы деньги к вам пришли. Ну, такой своеобразный ритуал, представляете, я никогда бы не подумала, что религия, ну, может, какие-то такие процедуры относительно денег. Это считается не совсем религией, это скорее образ жизни, наверное. Ну да, многие японцы почему-то считают нерелигиозными людьми, хотя, на самом деле, это не так. Ну вот, допустим, вы христиане, да, вы можете спокойно прийти в синтоистский храм и обвенчаться, если хотите. Вас обвенчают. Да, да, да. Там же, там они больше в карму, да, верят же. Что еще, кроме этого храма, там можно посмотреть? Просто погулять. Там есть торговая великолепная улочка. То есть, если вы хотите купить настоящие японские сувениры, они китайского производства, то это вот в Камакуре... Да, не только в Камакуре. Минамото, вот. И там он построил, в общем, огромный красивый храм на холме. А перекусить там есть на весь день, если ехать? Вы знаете, Япония, это вообще не проблема. То есть, вот перекусить, это на каждом шагу. В основном фастфуд, да? Нет, нет. Что вы ели на каждом шагу? Нет, вот сказать, что Япония – это страна фастфуда, я бы так не стала говорить. А что вы ели на каждом шагу, что там встречается, что вам понравилось? Во-первых, в Японии очень великолепное мороженое. Не подумала бы, обычно про Италию так говорят. Капуста, как говорится, хорошо, но должна быть и мясная запуска. А что еще есть? Вот, да. Очень много кафе, очень много частных заведений, именно маленьких частных заведений. И кухня такая разнообразная. Вот наши туристы почему-то вот суши. Все суши, ну да. Суши. Ну, суши, это вообще уличная, простонародная еда, которая, ну, я не знаю. Ну, в Японии она, конечно, есть, есть и дорогие, есть и дешевые. Но я бы посоветовала все-таки попробовать темпуру обязательно в Японии. Темпура – это, знаете, вот креветки и овощи, зажаренные в кунжутном масле. Акономияки. Акономияки – это что-то напоминает нашу пиццу, но немножко другое. Вы даже сами ее можете жарить. То есть вам дадут ингредиенты, плита, и вы можете сами ее потихонечку делать. Какая-то типа лепешка. Да, типа лепешки, но ее, в отличие тем, что она обязательно посыпается сухой рыбой сверху. Но все-таки любители они морепродуктов, тут уж они никогда не суши. Да, морепродуктов очень много. Я чувствую, у нас будет еще Япония часть вторая. Возможно. Такая большая Япония и такой маленький у нас эфир. Но все равно, кроме Японии, как мы уже говорили, Ольга Ирданская была еще много где и привезла нам забавную историю из жизни. Пожалуйста. Ну, откуда? Из России. Следующая я уже расслабляюсь, потому что обычно стандарт вопросов, вы из Москвы. Какой город. Да, и все. Если Сибирь, то про Сибирь знаю только-только, что это очень холодно. Я такая жду эти все вопросы, совершенно расслабленная. И следующий вопрос меня вводит в ступор. Вы за капитализм или за социализм? Очень политически активный гражданин. Да, я теряюсь и понимаю, что что-то здесь не так. Какая-то провокация. Я начинаю уходить от вопроса абсолютно, принимаю дипломатическую точку зрения. Да, что я говорю, ну, в социализме есть свои плюсы и минусы, в капитализме есть свои плюсы и минусы. Мы их это скроем. Да, да. Но мой сын, значит, как-то занимает такую твердую позицию и четко ему говорит, я за социализм. И тут я вижу, то есть было такое напряжение какое-то между нами. И тут я вижу, что человек расслабился. И такой нам говорит, вы знаете, я коммунист. Я иранский коммунист. А вы знаете, говорят, что в Иране коммунизм запрещен. Что если меня узнают, что я коммунист, смертная казнь. Ну, нам совсем совсем, что пойдем-ка мы отсюда. Нам совсем плохо становится. Вот, ну, как-то тут быстро очень починили автобус. По моему счастью. По моему счастью. Да, и мы поехали дальше. Человек огложила эта тайна. Ему надо было с кем-то поделиться. Хотя бы с иностранцем. Да, больше никому он не мог об этом сказать. Спасибо большое. Ольга Иаданская была у нас в гостях. Да, очень интересно, да.